А при чем здесь девственность и поступление в вуз? Ну, знаете, кто-то любит машинки собирать. Я вон настолками увлекаюсь. А вот некоторых хлебом не корми, дай побороться за чистоту женского тела. Привет, просветители. В комментариях меня достаточно часто спрашивают. Нет, на самом деле часто, а не из серии. Ой, всю личку забили просьбами скинуть ссылку. Павел, а почему вы не говорите о других странах? Ведь веселые моменты... Да, мы здесь исключительно ради веселья и чистого детского смеха. Как в социальной жизни, так и в образовании есть и там. Ответ предельно прост. Я стараюсь не лезть в те сферы, о которых практически ничего не знаю и за которыми не слежу. Мне веселья и в российском образовании хватает. Но вот мои подписчики из других стран порой занимаются моим просвещением и скидывают такое, мимо чего просто невозможно пройти. Вот как сегодня. На прошлой неделе мне прислали интервью с персонажем, который, если и не уделывает российских героев традиционного фронта... Камон, у нас их слишком много. Даже не знаю, кого выделить. Кто-нибудь обязательно обидится. Что не высказывание, то перл. Кто как минимум мог бы составить им серьезную конкуренцию. Ну что ж, Патрик уже готов. А дополнительных баллов на ЕГЭ девственницам не хотите ли? Ну, на ЦТ. Мы же сегодня о Беларуси. Знакомьтесь, Вадим Боровик. И здесь можно говорить уже о нашей идеологии, как Беларусь. О нашей мягкой силе. Беларусь, как Ноев ковчег спасения. Вот, 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 а вот я об этом хотел поговорить. Послушайте, хватит отступать. Вот эти ценности традиционные. Я сейчас буду утрированно говорить, чтобы зритель запомнил. Это не значит, что Министерство образования меня на это уполномочило. Это мое мнение Боровика. Слава богу. Но когда у нас девственницы начнут заканчивать школу, и вот девственница закончила школу, мы ей централизованному тестированию добавляем несколько баллов. И она проходит. Потому что тогда у нас меньше будет ЭКО. И школы будут выходить девственницами, станет меньше ЭКО. Логично. Наверное. У нас будет более здоровая молодежь. Они будут понимать, что есть традиционные ценности. Добавили баллов на экзамене и тут же, ммм, оказывается, существуют традиционные ценности. Вот как оно работает. Мы не будем воспитывать, какие презервативы одевать в школе. Мы будем ее учить, что надо уважать мужа, а муж должен уважать жену, что ребенок, приоритеты в семье, понимаете? Вот этому надо учить. Да, это именно так и работает. В подобных рассказах. Внимание! Я обеими руками за то, чтобы муж уважал жену, а жена мужа. Только вот разговоры об уважении, проблему ранних беременностей и распространение ЗППП никоим образом не решат. Но об этом мы еще поговорим подробнее. Сегодня у нас любят эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем учимлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи. Не прошло и 20 секунд, а женщину все еще учат уважать мужчину. А вот мужчина уже учится быть главой семьи, а не уважать женщину. Оперативненько. Тогда у нас не будет 40-летних лбов, которых содержат матери пенсионерки. Сколько у нас таких? Которые пьют, не работают, туниясывают, а мать их... И потом на митинге. А все почему? Просто девственниц мало. Вот мы создаем инфантильного мужчину и девочку, которая хочет 18 лет сесть в Мерседес. К нам приедут, будут ехать со всего мира, потому что они будут понимать, что их ребенок не начнет половую жизнь в 13 лет. Потому что будут рассказывать о традиционных ценностях и добавят пару баллов на экзамене. Звучит как идея для неплохого стартапа. Чтобы не было 40-летних лбов на содержание матери, давайте девственницам баллов на экзамене накинем. И про презервативы не будем рассказывать. Пусть сразу после поступления заболеют и рожать. Вообще, это же сексизм какой-то. А как же парни? Пока мои одноклассники ходят направо и налево, я храню свой. Так, цветок хранят девушки. А что хранят мужчины? Берегу себя для той самой единственной, чтобы стать настоящим лидером семьи. Или чтобы стать лидером, надо наоборот, как можно больше цветочков опылить. И мне за это никаких дополнительных баллов? За хранение, а не опыление. Это важное уточнение. Еще один момент. Когда мы говорим о девушках чистых листочках-лепесточках с одной стороны, и с другой, мужские похождения это иное. Ну, помните, замки, ключи, плох тот замок, хорош тот ключ. Очень часто из поля зрения таких товарищей ускользает тот факт, что какая бы ты ни была девственница-распрекрасница, еще и дополнительные баллы на ЦТ за это получила. Если твой уже муж, мы здесь за традиционные ценности, скажем так, не мальчик, если вы понимаете, о чем я говорю, велика вероятность, что уже после первой брачной ночи наш цветочек-лепесточек подхватит целый букет болезней, которые вряд ли помогут забеременеть. Но зачем об этом говорить? У нас же пытаются регулировать именно женскую сексуальность. Сексисты покинули чат. Пацаны же не поймут, если серьезный мужик с ТВ заявит, что мужчина должен хранить себя. Это же как-то не по-мужски. У нас есть и другие важные характеристики. Это вон бабам больше предложить нечего. И еще один бонус. Мы ж теперь семья. Мы ж в отличие от тех... БЕССТЫДНИКОВ. Тут детишек делать будем, а значит, никакого предохранения. В общем, привет, вчера еще девственница, а сегодня уже с гонореей. И вот именно поэтому боретесь за чистоту, стремитесь сократить количество ЭКО. Да, как вы помните, герой сегодняшнего выпуска связывает женскую девственность и ЭКО. Его право. Наш право сказать... Что? Говорите о необходимости хранить себя и женщине, и мужчине. Ну, опять же, замки, ключи. А вообще, конечно, весело, как некоторые персонажи практически все связывают с половой жизнью женщины. Болезни, цвет лица, характер, бесплодие, чувство стиля. Все оттуда. Конечно, поступило. Пять баллов за девственность свое дело сделали. Мы с Сережей по-другому развлекались. Не, мам, не прошел. Так кто же знал, что Маруська девственницей окажется? А счетчик входящих нужно комиссии прямо озвучивать? Или можно справкой? Абитуриент Скакалкина, ваше заявление я вижу. Но вы еще не продемонстрировали свою девственность. Вы вообще можете себе подобный сюр представить? А почему бы тогда не давать дополнительные баллы за сбор макулатуры? Или вон, Оленька всегда себя за партой тихо вела. А некоторые подростки на самом деле уже в школе помогают обществу. Например, участвуют в жизни приютов. Почему бы им баллов не накинуть? Может, все же в приоритете будут знания будущего медика, экономиста, историка, а не особенности половой жизни? Прикиньте, можно сорвать цветок и до пятого курса, и при этом идеально разбираться в своей сфере. Но, с другой стороны, как же это сократит количество ЭКО? Проблема всех этих вместо презервативов мы будем рассказывать девушкам о... заключается в том, что нравится вам или нет, люди, в том числе и молодые люди, все равно будут заниматься сексом. Да, знаю, звучит ужасно, пошло, и вообще, где мои ценности? Сколько бы вы не рассказывали о том, как здорово быть девственниками... Стоп! Девственницами. На парней-то в этом вопросе всем наплевать. Ну, в общем-то, как обычно. Люди будут вести половую жизнь. Вот простой пример. Все, реально все, но кроме совсем аморальных товарищей, знают, садиться за руль пьяным нельзя. И? Сколько у нас аварий происходит с нетрезвыми водителями? А воровство? Каждый знает, что воровать плохо. Нет ситуаций, в которых воровство считается нормой. В обычном обществе, не среди преступников. А то я уже предвижу комментарии. Вот, на улице нельзя, но дом можно. Нет. Но, тем не менее, люди воруют. Как бы не демонизировали секс, половые отношения в семье – это основа продолжения рода. То есть даже в уме самого заядлого традиционалиста интимные отношения в каких-то в семье ситуациях в семье приветствуются, детишки превыше всего. Но если даже то, что везде запрещено и порицается, все равно происходит с завидной регулярностью. Да, я права с пьяницы за рулем. Почему то, что в определенных ситуациях приветствуются, вдруг каким-то магическим образом испарится из жизни молодежи? А, дополнительные баллы на ЦТ и душеспасительные беседы. Если засунуть голову в песок, я в домике, проблема никуда не денется. Низкая культура и отсутствие знаний в данном вопросе – не лучший способ контрацепции. А уж баллы на экзамене – тем более. У них тут любовь до гробовой доски. Почти каждый думает, что вместе и до конца. Знаете, что для меня в 16-17 лет стало лучшей традиционной ценностью? Книга о болезнях, передающихся половым путем. Вот, серьезно. Когда ты узнаешь, как весело можно провести время в больнице буквально после первого же раза, начинаешь понимать, а куда мне, собственно говоря, торопиться. Нет, это, конечно, абсолютно безнравственная позиция. Вот, воздержание ради баллов. А вообще печально, что в наших странах разговоры об уважении противопоставляются знаниям о здоровье и планировании семьи. И да, учить нужно не девочек уважать мужа, а мужа жену, а людей уважать других. Их, вне зависимости от их статуса. А то уважение социальных ролей порой и приводит к тому, что люди сохраняют видимость отношений только потому, что ну, это же глава семьи, так принято. И вообще у нас ребенок в приоритете. А потом просто спросите, а что это она раньше не ушла? Так вот, у нас умные дяди с ТВ готовы прям с пеленок учить мужей, а не людей уважать. И баллы за девственность добавлять. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня, и до встречи.